здравствуй дорогие друзья гости вам канала сегодня будем солить всему сема ну такая тоже рыбка лосось можно сказать не может знать этого есть лосось рыбка сема очень похоже на горбушу но это не горбуша это рыба сема отличительная у нее основные это по хвосту отличается у горбуши хвост в пятнышку и у неё ласточкой а здесь видите ровный хвост вот так вот ровный хвост таки вот у нас несколько вот вообще очень похоже на горбушу но это не горбуша вот вот у меня уже начинает принимать окраску так сказать брачную у него здесь такие красные полоски коричневые они будут здесь она вообще когда брачный период наступает у нее вот видите тоже не нету пятнышками это наверно самая красивая рыбка именно когда она окрашивается самая красивая рыбка из лососей становится она вся пестрая красивая прям такая вот такой вот так сказать лосось рыбка сема приступаем к разделке буду ее солить так сказать провисным посолом но это дальше сейчас мы сначала разделаем все почистим ее и приступим уже непосредственно засолки рыбка вымороженная разделываем удалим голову сема это вообще рыбка такая своеобразная мясо у него такое красное голову все это на уху она когда нерестится вот морская рыба вот когда сема с моря заходит она от нерестилась эта рыбка и когда с моря зашла и все и помирает но там бывают такие особи когда вырубляется с икринок в основном самцы и они адаптируются морской морской пресной воде самец и живут всю жизнь в пресной воде эту рыбку назад пеструшкой у них такие полоски становятся но это рыбка то есть тут тоже к семье и они только самцы в основном самцы сама как бы еще не встречали нож и езди самки носом самцы они живут пресной воде морская спускается а это как пеструшка рыбка сема остается в речке и кстати она нерестится она отлично оплодотворяет икру морской рыбы оплодотворила и ушла дальше гулять которая морская она вся помирает вот такие отличные особенности ли рыбки семы рыбка кстати хищная даже когда она заходит пресную воду это рыбка она так сказать охотиться ее можно на спиннинг поймать она питается когда нерест идет в пресной воде в отличие от горбуши от киты те уже не питаются вот у него такое мясо ну сейчас наверно поставим на так сказать на половинке хребет удалим и вот такими половинками будем солить ее мясо у него вкусная нежная жирненькая такая вот рыбка сема хребет конечно удаляем аккуратненько не порезавшись ну и вот этот хребет все можно очистить ложкой на фарш или просто на уху сейчас мы все разделаем все это лишнее удалим так как мы готовим на копчение может плавничек можно не убирать если конечно там будем делать там семужный посол так далее косточки плавник можно убрать а и так можно не убирать вот помельче рыбка ну все мы очистили рыбку протерли от влаги сейчас что делаем сейчас так это посол у нас будет про весной домашних условиях про весной посол сейчас нам надо веревочки такие небольшие сейчас делаем так сказать удавки и за хвостик за самый можно кончик за хвостик так вот и затягиваем и так поступаем со всей рыбкой посол про весной засолка быстрая и вкусная так сказать рыбка получится вот так вот на удавочки рыбку вешаем как мы все обвяжем и расскажу что делать будем дать ну а теперь приступим непосредственно засолки вот такая конструкция сделана из ведра здесь шампура от москита вот они так вставляются ведро 20 литровое это чтобы они не катались никуда не этого такое ведро 20 литровое пластиковый пищевой пластик на дно насыпаем грамм 200-300 соли потом расскажу для чего это соль там нужно и начиная подвешивать рыбку подвешенного состояния вот так вот она у нас будет находиться так сказать про весная конечно в идеале это на чтоб она полностью провисела глубокий чан ну так как у меня нет глубокого у меня такие контейнеры невысокие мы поступим так делал много раз все отлично получается вот так вот почему называется провисная рыбка подвешивается сейчас самые большие разместим в таком состоянии вот именно в подвешенном рыба просаливается быстрее когда вот не друг на друга когда не навалом она лежит когда времени мало и вам надо срочно сделать рыбку подвешена в состоянии вот так вот делается в идеале она не должна касаться друг другу но у меня мы так как домашних условиях все это делаем вот она вот так будет висеть теперь приступаем к рассолу берем рассол сам рассол вес там килограмм и здесь очень здесь главное чтобы рыбка была залита этим рассолом на литр воды рассоли 250 грамм соли 5 грамм сахара для чего мы насыпали на дно соль для того чтобы этот когда мы заливаем рассол начинает опресняться чтобы он медленно опреснялся для этого насыпали соль на дно чтобы было медленное опреснение и заливаем рыбку этим рассолом прям полностью чтобы она была залита видите на плавает она висит и плавает соответственно меньше касается друг друга между рыбками рассол есть находится сейчас мы еще все дольем ну чтобы она была хотя бы вот так вот и отправляем в холодильник всего на три часа вот так вот в таком состоянии на три часа отправляем в холодильник все вот так вот рыбка и будет солиться у нас в висячем положении три часа в холодильнике температура засолки от минус двух до плюс пяти за это время она отлично просолится мясо у симы нежненькое я буду код которая первая сима идет там еще который серебристая еще так сказать брачный наряд не надела три часа также можно поступать из горбушей горбуши тоже свежая нормально тоже вот так можно так сказать провисную горбушу сделать можно прям горбушку даже целиком там без головы можно с головой только время засолки соответственно увеличивается там все зависит от размера горбуши и так далее до суток прошел час обязательно берем и так просто пошевелим ее перераспределим так сказать чтобы так сказать и тузлочок весь перемешался чтобы было меньше опреснения так просто раз-раз пошевелили ее еще часик так оставляем висячем положении просаливаться она уже плотненькая уже за час стала такая плотненькая прям чувствуется через час повторяем ту же самую процедуру и еще потом часик она повисит в итоге три часа она будет вот так вот солиться ну вот друзья прошло три часа рыбка советия цвет поменяла стала более такой насыщенный видно что ответе жирок плавает это рыбе так сказать жирок все на просолилась на плотненькая сейчас мы достаем обтираем на подносит и снова в холодильник на перераспределение соли как я уже сказал минимум на три часа ну так рыбка будет лежать в холодильнике течение трех часов так сказать перераспределение соли стабилизироваться а потом по весе вялиться и закопки ну вот рыбка отлежалась соль перераспределилась она стала еще плотнее прям такая прям сейчас мы ее достаем и повесим вялиться ее вялиться она будет часов 12 периодичность вялки будет 3-3 час куда хабрам хорошенько провяли мы ее и все и будем коптить ну все повесили вялку так сказать я уже сказал будем вялить около 12 часов 3 часа вялка час отдых коры вот этой веревочке которому привязываю рекомендую не убирать потому что у нее шкурка нежненькая может порваться а вот за счет веревочек она будет держаться на шампуре все включаем теперь туровелки 20-25 градусов ну и вялить ну вот рыбка и завярилась такая вот она красивенькая получается вялиная сима ну все переносим ее в коптильню начинаем коптить холодным копчением температура копчения не более 28 градусов идеал 20-25 но не более ну вот так рыбка будет располагаться в коптильне в электростатической москит все сейчас зажигаем дровишки на 300 разводим дим хорошо пошел убавляем температуру включаем холодное копчение ну и все начинаем коптить коптить буду в течение часа часа десяти вот так вот коптить было на легке температура копчения не более 28 градусов поехали ну все прошел час время копчения я коптил ровно час все отключил подождал пока дым вышел и вот она рыбка золотая рыбка вкусная сейчас повесим его в швс буквально обдуем около двух часов все это дело мы обдуем и положим в холодильник так сказать часов на 6 на 8 а потом обязательно все это попробуем ну вот рыбка и готова так сказать она отлежалась все она вяленая копченая сейчас обязательно маленькую путь возьмем и попробую небольшая все просоленное ароматное малосольное вкусное созревшая рыбка все приятного аппетита и до скорых встреч